Приветствую, это Максим Жабалик, проект Хранитель Истории. Это девятый эпизод уже. И сегодня я расскажу вам про кресло AERON. Собственно, это самое популярное кресло в мире, и у него очень интересная история создания. Вы можете загуглить, как оно выглядит. Очень интересное. И что это за кресло вообще? Дело в том, что его изобретение было очень интересно. На данный момент оно самопопулярное, как я уже сказал, в мире. Самое продаваемое кресло, звезда, вообще мечта любого офисного работника. Но не всегда было просто изобретать такие вещи. Как было изобретено это кресло? Компания по производству мебели позвала дизайнера, который должен был скреативить новое кресло. Наиболее продаваемое, суперкрутое. И такое, от которого просто восторг был бы. И такое кресло он долго создавал, оттачивал, там сделал кучу всяких инноваций. Например, связал подлокотники со спинкой стула, а не с подушкой, с сиденьем, как обычно это делают. Он сделал специальную сетку, такую клетчатую, мелкую очень, для того, чтобы человек не садился в мягкое, и у него не было там кожаной какой-то ткани, для того, чтобы было удобно. Но и в целом у него дизайн был довольно революционный. Так вот, дело в том, что после того, как это кресло было сделано, изготовлено, и его начали давать на тестирование разным группам, в офисе, большинство людей по 10-бальной шкале оценивали это кресло как 4 и 5, максимум 6, а по дизайну 2 и 3. Представьте себе, будущее, самое великое кресло в мире, вот так было оценено. Компания докручивала этот прототип, доделывала его, переделывала, но в целом, если по комфорту это кресло еще было оценено на 7-8, что достаточно высокие показатели, хотя не революционные, конечно же, то по дизайну оно по-прежнему оставалось 4-5, они чуть-чуть поменяли дизайн, сделали более правильным. И в целом у этого кресла была полностью, абсолютно черная полоса в жизни, то есть ни у кого не было надежды на то, что оно станет хорошо продаваемым. И действительно, в первый год там не было никаких продаж после того, как они выпустили. Но, это было в начале 90-х, выпуск кресла, но к концу 90-х это кресло стало самым продаваемым. Каждый год все больше и больше продаж этого кресла происходило Iron. И дело в том, что в конце 90-х это кресло полностью перевернуло индустрию офисных кресел. Оно не было дешевым, но оно было просто гениально крутым. Оно было наиболее удобным, оно было очень престижным, стильным. Дизайн сегодня этого кресла оценивают по 10-балльной шкале на 8, 9 и 10. Но тогда, когда это кресло только запускали, у него должен был быть провал, если верить фокус-группам и тем людям, которые его оценивали. К всему это история. Очень часто у нас есть идеи, которые осуждают окружающие. Я сам открывал бизнес, меня не поддерживали те люди, которые меня окружали и говорили, что у меня вряд ли что-то получится. Это не совсем интересная затея и, честно говоря, был полностью с ними согласен. То, чем я занимался, было довольно рискованно. Тем не менее, спустя какое-то время у меня стало получаться. И сейчас все получается довольно неплохо. Так вот, если бы я тогда во время начала своих идей послушал, что говорят люди, нужно будет то, чем я занимаюсь или нет, пожалуй, я бы просто с места не встал. Точно так же и у многих из вас есть некие идеи, проекты, желания, которые хотелось бы реализовать, но вы до них не доходите, потому что вам кажется, что окружающие это не примут просто. Попробуйте. Сначала просто попробуйте. Очень часто любой профессиональный маркетолог знает, что невозможно предсказать реакцию рынка, реакцию людей. Можно с определенной достоверностью, с определенной вероятностью об этом говорить, но 100% никто не даст. И даже когда вам кажется, что пробовать не стоит и ваша идея может быть совсем глупая, все равно попробуйте. Вы приобретете опыт и вы сможете со второй, с третьей идеей, если не получится. Первое – улучшить ее и заработать на этом денег, и сделать любимое дело своим основным источником дохода. Поэтому попробуйте, не откладывайте это. Попробуйте прямо сегодня. Сделайте первый шаг к реализации своих, может быть, глупых идей, для того, чтобы стать счастливее. И, может быть, вы создадите какую-нибудь революционную вещь, которая навсегда изменит меня. С вами был Максим Джабаль, это был проект «Хранители Стои». Всего хорошего, до встречи! До встречи!